Нидерланды, наследники великих голландских мореплавателей, одни из самых лучших торговцев в мире и страна, которая в Первую мировую войну придерживалась строгого нейтралитета. Где-то здесь расположен небольшой городок Дорн, в который бежал Вильгельм II в надежде спасти свою жизнь, и там он встретил свое последнее пристанище. Вильгельмина продолжает поддерживать в этой стране некое подобие стабильности. Парадокс этой страны состоит в том, что хоть она и не участвовала в Первой мировой войне, ей был нанесен серьезный экономический ущерб, от которого не так-то просто будет оправиться. Но у этой гордой и непреклонной страны есть верные колонии в Уст-Индии. Возможно, когда-то нам придется туда бежать, но сейчас мы готовы сражаться за свою свободу. Перемен требуют сердца наших людей, так давайте попробуем осуществить их. Возможно, мы сможем создать новую страну с новыми порядками, которые будут считаться на мировой арене. Всем привет, дорогие друзья! У микрофона, как всегда, Маловаргейминг, и сегодня мы с моим товарищем Вульфом будем пытаться сделать из Нидерландов последний бастион оборуды в Европе. Пора оставить позади славные прошлые деньки и идти вперед к светлому будущему. Первым нашим шагом на пути к модернизации нашей экономики станет отказ от золотого стандарта. В то же время мы продолжим развивать нашу промышленность и военную отрасль для того, чтобы прекратить уменьшение финансирования нашей великой армии. Но оснащение и вооружение армии – это лишь половина дела. Нам нужно избавиться от некомпетентных генералов в нашем военном командовании и заменить их как можно быстрее. Ну и, конечно, забывать про инвестиции в наши колонии также не стоит, хотя на данный момент мы не можем позволить себе вливание больших денежных масс. Старое правительство изжило себя, как и многое в этой стране. Нужно дать новому премьер-министру поручение собрать новое, более сильное правительство. Деньги. Почему все всегда склоняется к этому виду ресурсов? Через Нидерланды пролегает торговый путь в Европу, и наши торговые партнеры прекрасно об этом знают. Рано или поздно они выцарапают друг другу глотки за торговые монополии, и тогда-то наше славное государство вернется на мировую арену. Что же мы выберем? Кого мы поддержим в этой гонке? Или же нам стоит избрать собственный путь? Но пока что все это не так уж важно, ведь нам нужно как можно скорее укрепить оборону. Для всех и каждого в этой стране становится очевидным, что Германия представляет серьезную угрозу для нашей нации. Рано или поздно фашисты придут на наши земли, и мы будем готовы обородять их с оружием в руках. К сожалению, мы не так хорошо подготовлены, как французы, и у нас нет такой крепкой линии обороны. Но возможно мы сможем избрать другой путь. В эти тяжелые времена мы скажем нет пацифизму, хватит полумер, в мирное время нужно готовиться к войне. И это правильно, мы начнем подготовку немедленно. Пока что на нашей стране удавалось сохранять хрупкое подобие нейтралитета. Но надолго ли? Как скоро союзники и фашисты поймут, что мы вводим их за ночь? Как скоро они захотят прибрать к рукам наши земли? Две недели, полгода, сколько времени у нас есть? Мы потратим каждый час, что у нас есть, на создание непробиваемой лиги обороны и реструктуризации нашей армии. Когда придет час меча и топора, Нидерланды будут готовы. Заван Провинсен был броненосцем береговой обороны Нидерландов, последним кораблем этого класса в составе ВМС Нидерландов. И он был флагманом до 1925 года. Но из-за исключительно тяжелых условий службы и расизма за стороны офицеров-голландцев, экипаж в то время составлял 460 человек, из которых более половины были индонезийцами, на корабле вспыхнуло восстание моряков. Моряки-индонезийцы захватили оружие, арестовали офицеров и направились в Сурабаю, имея целью освободить содержащихся в тюрьмах этого города сотни участников недавних антиколлодиальных выступлений. Совместно с ними затем начать новая антиколлодиальная восстания. К восстанию присоединились несколько десятков нижних чинов из числа голландцев. И утром 10 февраля в провинции Сунда корабль настигли и открыли по нему огонь. Несколько кораблей во главе с крейсером Ява. А бомбардировщики адыковали его с воздуха. Корабль получил пробоину и на нем начался пожар. В ходе боев были убиты 23 матроса. Все участники этого восстания были арестованы, а затем осуждены на длительные сроки тюремного заключения. После этого корабль был переоборудован, но так ли важно, что случится с кораблем, когда на кону человеческие жизни? Мы должны помнить об этом событии и никогда не забывать о их жертве. Рано или поздно мы последуем их примеру и встанем на защиту своих идеалов. Так в этой стране зародилось новое доселе невиданное течение социализма. И именно оно сделает нашу страну великой. Как хорошо, что мы продолжаем реформы нашей великой армии. Рано или поздно высшее военное руководство будет полностью реформировано. Но, к сожалению, у нас еще очень слабые производственные возможности. Практически все фабрики уходят на производство товаров народного потребления. И рано или поздно нам придется это изменить. И желательно, чтобы это изменилось как можно скорее. Пока наша экономика в стагнации, мы не можем мечтать о выходе на мировую аренду в качестве новой сверхдержавы. Но, возможно, в обозримом будущем все изменится. Мы уже видим, как в мире витает призрак новой мировой войны. А ситуация постепенно накаляется. И становится совершенно очевидно, что той армии, которая у нас сейчас есть, будет далеко недостаточно даже для обороны наших позиций. Поэтому нам нужно в спешке поднять призыв и готовиться к неизбежному. Третий рейх наглеет все больше и больше, постепенно восстанавливая свое могущество. Ну а мы продолжаем восстанавливать линию укреплений. Очень скоро наша защита будет не хуже, чем у французов. Остается лишь надеяться на то, что она нам не понадобится. Ситуация в мире резко меняется к 39 году, когда фашистская Германия объявляет войну больше. А следом за ними наступает и наш черед. Третий рейх объявляет нам войну. И будем надеяться, что наши укрепления выдержат, ведь у нас не так много людей для того, чтобы оборонять эти земли. Фашистская Германия начинает воплощать свои территориальные амбиции и захватывает неукрепленные провинции в нашей стране. После своего маленького триумфа враг сталкивается с ожесточенным сопротивлением на нашей линии обороны. Нападение фашистской Германии было хотя бы на короткое время, но все-таки остановлено. Рейх терял огромное количество бойцов, и мы стояли непробиваемым бастионом обороны. Да, нам было тяжело. Наши колонии поставляли нам боеприпасы и вооружение. Страна переходила на военный лад. Но этого было мало для того, чтобы перевернуть игру. Сейчас самым мудрым решением будет выжидать и пытаться развивать наши колонии. Возможно, в обозримом будущем наши колонии смогут сыграть ключевую роль в этой войне. Очень скоро Небец понял, что ему будет намного проще расправиться с нашим бельгийским соседом, нежели с нами. Поэтому он начал массированный штурм бельгийских земель. Ну а мы, в свою очередь, должны выстроить соответствующую линию обороны. Никто и подумать не мог, что такой маленький клочок земли будет так долго обороняться. Но, судя по всему, наши 300 нидерландцев прекрасно справляются с поставленными перед ними боевыми задачами. Ремонт народа прекрасно показывает себя, и наши войска не имеют абсолютно никакого дефицита по оснащению. Однако у нас есть проблема с личным составом, и нам нужно решить ее как можно быстрее, иначе воевать будет попусту некому. Очень скоро становится ясно, что мы станем действительно последним рубежом обороны в Европе. Немцы пытаются захватить французов, и им это успешно удается. Можено больше не представляет никакой оборонительной ценности, ведь враг нашел свою лазейку. Эх, бельгийцы, если бы вы согласились выступить с нами единой линией фронта, то, возможно, ситуация изменилась бы еще к лучшему. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем, и в данный момент у меня дератует текущее состояние мира. Май сорокового года. Наконец-таки мы сможем начать расширенный призыв в наши вооруженные силы. Параллельно мы ограничиваем автономию колодий, что в убозримом будущем приведет к улучшению наших производственных показателей. В то же время мы довольно успешно продолжаем противостоять фашистской угрозе, хотя людей по-прежнему не хватает, но хоть наши временные союзники оказывают нам небольшую поддержку. Небольшое лирическое отступление от сюжетной лидии. Если кому-то из вас интересен шаблон, которым мы оборяемся, то вот он, это самый простой, наверное, шаблон в исполнении. И я думаю, что ширина фронта 21 и 24 в скором времени станет метой, хотя, возможно, я ошибаюсь. А какие шаблоны используете вы, пожалуйста, напишите в комментариях. 22 июня 1940 года. Мы все еще держимся, и ситуация на фронте существенно улучшается. Мы уничтожили огромное количество бойцов Рейха. Потери врага критические. На каждого убитого бойца враг теряет до 20 хорошо оснащенных воинов и огромное количество снаряжения. Интересно, сможет ли Гитлер объявить войну Советскому Союзу, если эта война затянется? Ведь он утеряет достаточно большое количество снащения, и даже его огромные производственные мощности пока что не справляются со своими обязанностями. Рейх находится в довольно плачевном состоянии, и хоть все еще и боеспособен. Ни о какой контратаке не может быть и речи, но очень скоро все может измениться. 27 апреля 1941 года коммунисты приходят в правительство. Наступает время перемен. Хоть демократы на данный момент находятся у руля, становится ясно, что эта идеология внутри нашей страны уже давно изжила себя. Пора готовиться к переменам. Народу требует референдума. Итак, у нашей страны новый правитель, который поведет ее в светлое будущее. Возможно, мы сможем даже договориться с коммунистами о временном альянсе, после которого каждый пойдет своим путем. Но, как вы понимаете, это временная мера. Истинный коммунизм может быть только один, и он будет посеян в Европе. В то же время потери Третьего Рейха уже зашкаливали. Более трех с половиной миллионов бойцов были на полях сражений. Подумай, только мы убили больше трех миллионов фашистов. Великобритания, США. Вы что там засиделись на чайной церемонии в Лондоне? По-моему, пора бы вам уже тоже вступить в эту войну. Ну да ладно, остается у нас последняя надежда на Сталина. Наконец-то у нас открывается коммунистическая ветка. Красный — это новый оранжевый. Наконец-то мы сможем добиться того, чего так давно хотели — равенство. Мы получим огромное количество бэвов, но, к сожалению, Вильдельмида уже давно изжила себя. Возможно, она бежит в Ост-Индию, а, возможно, продолжит прятаться в нашей стране. Но таким людям, как она, больше не место в нашем государстве. Нашей стране сейчас нужно все, что мы только можем получить. Хватит вкладывать в колонии, ведь у нас есть проблемы посерьезней. Колонии должны оставаться нашим подспорьем, а не вырывать у нас последнее. Именно поэтому мы проведем политику децентрализации. К сожалению, дальше по ветке фокусов мы с вами продвигаться не будем, поскольку я придумал довольно-таки коварный план. Пока что мы продолжим улучшать наши вооруженные силы и попытаемся подружиться с коммунистами, вступив в их альянс хотя бы на короткое время. Конечно, после этого мы, возможно, начнем строительство коммунизма в Европе, но то ли еще будет? Теперь, когда за нашими плечами мощь советской армии, мы можем начинать контр-атаку и, наконец-то, надавать фашистам по мордасам. Мы вернем наши родные земли и продолжим наступление, но никто не гарантирует, что это будет освобождением Европы. Вполне вероятно, что Бенелюк скоро станет единым, единым под нашим флагом. Но и на некоторой территории Германии мы давно позаривались, поэтому глупо было бы упустить такой шанс. Мы начинаем полномасштабное наступление, и очень скоро враг пожалеет, что связался с нашей страной, ведь наш народ требует отмщения. Германия теряет огромное количество бойцов практически на всех фронтах. Мы теснем их, но, к сожалению, нам не хватает бойцов для того, чтобы полностью покрывать линию фронта в будущем. Однако сейчас мы можем пробиться, хотя бы на такое расстояние, на которое только способны, после чего попытаемся закрепиться на предоставленных нам позициях и будем держать круговую оборону, ожидая Советский Союз. На самом деле, мне сейчас кажется, что в Heroes of Iron 4 все жутко заскриптовано. К сожалению, играть на историческом фокусе становится все менее и менее интереснее, поскольку Германия выдерживает даже вот такой вот обороны. То есть он реально очень сильно проубивался и продолжает вполне себе неплохо держать линию обороны. Да, сейчас мы и тесним его по всем направлениям, но, что вы ожидали, он сейчас воюет на все фронтах, которых только может воевать. Ну и в конце-то концов он потерял уже практически 6 миллионов человек и по-прежнему довольно неплохо обороняется. Зараза Япония, Патчо мог пытаться отжить в нашей колонии, и, в общем-то, это достаточно плохие новости, но будем надеяться, что хотя бы здесь союзники нам смогут помочь и быстро капитулируют японцев. Иначе я вообще буду слабо представлять, что происходит в этом мире. Ведь, по сути, если так разобраться, англичане сидели в своем Лондоне и пили крепкий чай, пока мы здесь сдерживали агрессию немецко-фашистских оккупантов. Ну да, там у них довольно интересная африканская компания, в которой Муссолини, как всегда, все послевал. Но, блин, проиграть Муссолини — это очень и очень позорно, на мой взгляд. Что ж, мы достаточно неплохо расширились, как вы считаете? Да, здесь, конечно, немного нам помогают союзники, но основной вклад здесь целиком и полностью принадлежит нам. А это значит, что пора для более безумных нападений на Третий Рейх. Мы попытаемся прорвать их фронт и рассечь их армию на две составные части. Да, это мой излюбленный прием, и мы постараемся воплотить его в лучшем виде. К сожалению, у нас сейчас очень малое количество дивизий, и, возможно, наш план будет обречен на провал. Но если мы справимся, рано или поздно германскому Рейху придет очевидный конец. И смотрите, пока что вроде бы нам с вами сопутствует успех. Мы смогли прорвать линию их обороны и закрепиться на предоставленных нам позициях. Рано или поздно эта маленькая победа приведет к рэху немецкой машины. Нужно продолжать укреплять этот оборонительный рубеж и выбить немцев за реку. Это позволит нам намного лучше держать линию обороны и попытаться обрадить свой зор на восток, объединиться с Советским Союзом и продолжить нашу экспансию. К сожалению, Западный фронт оказался не таким простым, как мне изначально казалось. Да, мы практически везде выбили немцев за реку, но они продолжили свое победоносное шествие и практически в данный момент находятся около нашей столицы. Естественно, такого развития событий мы не можем себе позволить, поэтому будем перебрасывать хотя бы какое-то количество дивизий на оборону этих рубежей. Советский Союз на самом деле безбожно сливает в самом начале. Посмотрите просто, что творят румыны. Да, сейчас их, конечно, скорее всего закотлят, но тот факт, что они так многого добились, уже вселяет страх за Иосифа Сталина. Итак, мы продолжаем обороняться на Западе и пытаемся продавить восток. Мы практически смогли объединиться с Советским Союзом на Севере, но этого будет явно мало для того, чтобы уничтожить врага. Нам нужен какой-то дерзкий план атаки, и на данный момент мы пытаемся его реализовать, и мне кажется, что второй раз у нас явно может не получиться. Хотя, собственно, в прошлый раз я так же считал, и мы смогли перевернуть ход войны в свою пользу. Поэтому грех не попытаться воспользоваться открывшимися возможностями. Гитлер явно не ожидал, что мы будем настолько агрессивны по отношению к нему. Он думал, что сможет захватить Педелюкс за какие-то жалкие месяцы. Но мы не просто смогли продержаться, но и сломить его волю. Посмотрите, мы, собственно, сейчас загибаем его вторую столицу. Берлин уже давно находится под нашим контролем, и это действительно замечательные новости. Еще бы Советский Союз не сливал так безбожно, и, возможно, все вообще было бы прекрасно. Хотя это, с другой стороны, позволяет нам получить достаточно большое количество военного вклада. Естественно, этим не стоит пренебрегать. А в то же время у меня складывается закономерный вопрос, почему англичане не помогают нам в этой войне? Почему они до сих пор не высадились в Италии? Ведь было бы совершенно логично открывать второй фронт. Немецкая военная машина практически сломлена, и не хватает всего лишь немногого. Не хватает поддержки союзников. И знаете, что печалит меня больше всего? Скорее всего, эти паразиты заберут себе достаточно большое количество земель и получат под свой контроль огромные сферы влияния в Европе. Хотя, по сути, они палец о палец не ударили в этом противостоянии. Итак, на Западе у нас уже начинаются серьезные проблемы. В то же время, на Востоке мы пытаемся ликвидировать довольно большое количество котлов. Но враг здесь довольно хитер и продолжает ожесточенно сопротивляться нашему вмешательству. Сталин хотя бы немножечко околебался, понял, что пора поддерживать своего друга и уже довольно активно влияет на эту войну. Хотя, с другой стороны, знаете ли, мне кажется, что если бы высадку сделали те же самые британцы, было бы намного более проще. Собственно, тот факт, что мы смогли нанести Третьему Рейху удар, от которого он не сможет оправиться, очевиден. Да и, собственно, эту войну действительно выиграли мы. Поэтому я считаю, что мы заслуживаем превращение в сверхдержаву, чего бы то ни говорили европейские скептики и видные деятели Советского Союза. Да и по факту, мне кажется, что наша страна имеет право на огромное расширение всех сфер влияния. И мы можем вполне играть ведущую роль в мировой политике. Ну и пока суть до дела, мы с вами ликвидировали уже практически все котлы и приблизили нашу страну к победе. Нам с вами остается завершить лишь пару штрихов на карту победы. Здоровье фюрера не выдерживает, и он застреливается в собственном бункере. Это было унизительное поражение от одной из самых слабых европейских держав. Начинается делюшка территорий. Ну и собственно, вот так вот выглядит этот ущербный мир после мирной конференции. Мы смогли замарионетить довольно большую часть Германии, но я с таким вариантом абсолютно не согласен. Эти границы просто ужасные. Короче, первое, что я сделал, это аннексировал Германию и решил сделать из Бельгии марионетку. Мне кажется, так границы хотя бы немножечко поотправились. Далее я отдал Югославии земли Хорватии, и Италии вернул ее первоначальный, так сказать, облик. Ну а совою я отдал французам. Единственное, что у нас тут на границе с Польшей есть несколько спорных земель, и было бы неплохо этот стейт разделить пополам. Ну, вернее, эти два стейта. И так, мне кажется, было бы гораздо лучше, но, к сожалению, учитывая то, что это сделать нельзя, пришлось довольствоваться вот такими вот границами. Как результат, коммунизм в Европе стремительно набирает силу, и, между прочим, во Франции он довольно-таки неплохо представлен, и, возможно, стоит сделать здесь гражданскую войну. Но это уже начало совсем другой истории. Не знаю, стоит ли продолжать, но, в общем-то, прохождение мне довольно-таки понравилось. Ну и давайте так, попробую забайтить вас немножечко на лайки. 500 лукасов, и мы с вами объявляем войну союзникам или коммунистам. Ну, а в комментариях пишите, кому, когда и как. А с вами, как обычно, был я, Мелваргейминг. Играйте только в хорошее. До новых встреч. Пока, ребята.